Вот так мы работаем, работаем, да, 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 да. Закрою двери, чтобы не мешало нам с вами общение. В общем, я привела себя в порядок, естественно, зумбу. Зумбу сделала массаж, сделала, маску сегодня делала, и вчера сделала просто аллоэ, намазала. Намазала макияж, сделала, и смотрю сейчас на вас. Посмотрите, как у меня лицо, вот, 10 дней прошло, 11 день, 12, как у меня лицо. Представляете, если бы было классно вот так вообще. Вообще, как девочка была бы. Птички чирикают! Ой, короче, не знаю, что сегодня готовить. Знаете, что, Ашкен купил горох на базаре. Я думала, думала, думаю, этот суп, вы представляете, какой вкусный вышел куриный. Обязательно его попробуйте. Я вообще не имела представления, что можно так вкусно готовить бульон. У нас так как, раз, допустим, всё отваришь, бросишь, и всё. А это целое искусство, представляете, его готовить. Там надо жарить с мукой, такой вкуснящий получается. С домашней курицей вообще бомба. И вот я, мы два дня, представляете, ещё на сегодня есть. С удовольствием поеду, потому что там много курицы, он сытный. Мы его кушаем, другой ничего не можем кушать. Я без хлеба ем, потому что там есть вермишелька без картошки. И без хлеба ем, и поэтому мне достаточно, Меха. Сегодня надела джинсы, чтобы посмотреть, как я похудела, какие-то есть результаты. На весах иногда показывать правильно, иногда нет. Батарейку там менять надо. Ну, а так вкусно. Так, утром я творог поела, как вы знаете. Вот, смотрите, вот такой горох. Сейчас буду с вами общаться и... Буду его чистить. Как его чистить? Сначала покажу, как я его буду чистить. Ну, вот, как его очищать? Конечно, эту зелёную часть мы не будем кушать. А только вот эти горошинки будем. Очень всё легко. Посмотрите. Там над мисочкой так, раз, и всё. Горох называется безелье. По-турецки, безелье. Вот. Это нож, бычак. Ещё что я вам могу сказать? Чак-мак, зажигалка. Стол, масса. Стул, сандалье. Я вам по пять, не спадить до десяти слов. Чайник, чай-далык. Чай-далык. Это полотенце. Ха-в-лу. А ковёр халы. Запомнили? Полотенце. Ха-в-лу. Ковёр халы. Холодильник сзади меня. Буз-до-ла-би. Буз-до-ла-би. От слова буз холод к нему. Что у меня ещё здесь на кухне есть? Посудомоечная машинка. Булашик. Ма-ки-не-си. Стиральная машинка. Ча-ма-шир. Ма-ки-не-си. И мне кажется, на сегодня хватит. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы с вами будем... А, вот стена Дувар. Стена Дувар. И всё, теперь я пришла. Что я вам могу рассказать такое? С чем-то хотела с вами поделиться. Я хотела поделиться. Вчера читала ваши комментарии. И одна подписчица мне спрашивает насчёт еды. Что... В чём разница? Как подавать? Кто с чем... Что с чем сочетается в турецкой кухне? Ну, вот что я могу вам сказать. Вот я ходила не так много по гостям. В основном по ресторанам. И в основном я ходила к своей заловке. Я всегда смотрела, как она готовит. Вы, может, видели раньше мои видео. Когда... Или она нас так ждёт. Всегда у неё такое разнообразие. То есть обязательно должна быть суп. Чорба. Она наливает. Не то, что я считаю, я ещё много наливаю. По чуть-чуть. По одному половнику. Потому что, чтобы хватило места, надо попробовать что-то другое. И обязательно вот она... Ну, мясное там. Смотря на что она нас зовёт. Иногда она делает чекуфте. То есть это много зелени. Ну, естественно, чорба какая-то должна быть. Чекуфте это из булгура. Такие котлеты. Очень вкусно. Я не умею это делать. Потому что специально нужно приспособление для этого. Какие-то приправы. Ну, я захочу. Мой ашкам меня покупает, допустим. Ну, когда она на лохманджу, она заказывает в фырине, в пекарне всё это. Готовит фарш. И относит туда фарш. И они ей приносят уже лепёшки всё с лохманджу. Один раз надо тоже сделать, покушать. Но когда я сброшу вес уже, там всё-таки тесто. Ещё она что делает? Вот с эспанаком делает бюреки. Тоже начинку готовит. У меня есть тоже, кстати, рецепт. И относит туда. Ну, в основном, допустим, я сказала, что в турецком кухне, в турецком ужине необходимо первое чёрло, суп. Любое вы можете сделать. Ну, если вы, допустим, у вас куру фасолью, то есть фасоль такая, бывает, делают с мясом, бывает без мяса, у кого какая возможность есть. И обязательно к нему делают плов, потому что они любят не то, что в одной тарелке, всё в разных тарелках. Очень много-много должно быть посуды. Поэтому у нас на двоих после ужина у меня полное. Вот сейчас у меня после завтрака чуть-чуть, а на ужин, блин, это вообще. Потому что самой приятно, правильно же я говорю? Мы же не так много сейчас для себя живём. Красивой посуде хочется. Я сейчас уже, что у меня есть, всё. Потому что всё хотим потом поменять. Поэтому всё пустило вслед. Хочется посидеть в зале нормальный, не на кухне, допустим, посмотреть телевизор, пообщаться. В общем, так всё, удовольствие получаешь. А я не помню, чтобы мы в Грузии как-то так вместе садились. Потому что у нас с мамой, мама там в одно время кушала, я в другое время кушала, я на диете была. Дети вообще в третье время в разное. И мы не собирались так, как здесь собирается. Вот это такое удовольствие, традиция, обычая. Мне очень понравилось, мои хорошие. И вот когда мы ходим, обязательно, допустим, должен присутствовать салат. Салат из огурцов, помидоров у нас каждый год. То есть весь год. Ещё могу рассказать вам, что солёности. Сейчас можно всё купить. Я раньше готовила, а сейчас не считаю этим необходимым, потому что всё продаётся абсолютно. И болгарский перец вы можете купить. И какие хотите закрутки. Если бы была огромная семья, можно было. Как я раньше помню, знаете, как по 10 килограмм всего делала. И баклажаны, и красный перец, и 30 банок 3-х литровых у меня, когда у меня были дети маленькие, я готовила компотов только. Представляете, варенье, это не с каждой ягодой совсем я делала. То есть я запасалась зимой, летом, а зимой я уже не думала. У меня было по 10 банок литровых, наверное, 6-5 наименований. Аджика была, в кемалию делала. В общем, зимой мне нужно было только сварить гарнир, картошку пожарить, допустим, мясо можно было, по возможности. И всё, и остальное всё у меня было. И как-то дети тоже привередливы не были. Что было, кушали, слава богу. Ну, а здесь вот всё по-другому. Здесь нужно всё свеженькое. Мой муж, например, на второй день я разогреваю плов, он не притрагивается к нему. Поэтому я как-то умудрилась делать ему на стакан, потому что плов калорийный. Вот я ела, ела и наела. Сейчас я стараюсь тоже садиться вместе с ним. Но у меня своя еда. И я, Шкима, стараюсь как-то, как-то приучать к овощам. Он раньше вообще не кушал овощи у меня, представляете? А сейчас я вот эту капусту цветную отвариваю. И делаю салатиком. Иногда вот моя заловка отварит. Просто сверху масло, сливочное, масло оливковое, лимонный сок. И бахарат, это бахарат. Кстати, пряности на турецком. И вот делают разные там, что хочет. Но мой муж это не поест постоянно. А я, допустим, отварила вот сейчас. И много. Не буду же варить там 5 штук. И добавляю его в салат режу. И он съедает. И еще знаете, что делают? Здесь полузаготовки делают. Вот, допустим, я отварила много. Полкило брокколи, полкилоэта. Я вот что-то использовала. Допустим, надоело ему. Я остальное положила в морозилку. Представляете, как классно. Клубнику то же самое. Ну, принес он килограмм. Не съедаю я, я не знаю. Как-то вот иногда хочется, а иногда не хочется. Да, кстати, мороженое. Вспомнила, надо покушать мороженое. И понимаете, все. Потом раз вытащат, допустим, надо. С утра я выложу на солнышке. А ну быстро разморозится, и будет все как свежее. Также они куру фасоли я делаю. Отвариваю много, допустим, 2 стакана. И там стакан, полстакана приготовлю. Остальное по частям. Пакетики маленькие. Вот это. Также они делают, знаете, что моя заловка? Я не делаю мясо. Отвариваю по чуть-чуть. По 300 грамм, по 400. То есть на один раз. Вот так по пакетикам. И она делает часто тандуни своему сыну. Что он у нее очень капризный в еде. Моя заловка. Сыну 16 лет. И она вот под пакетиком раз-раз уже готовую курочку разложила. Потом раз на сковородку, и все ему делают. Вот так вот они делают. Поэтому они на кухне много не возятся. Представляете? Так быстренько плов, все. Вот мой муж, допустим, мне скажет, Светлана, я хочу кушать. Я быстро за час делаю обед из трех блюд. Ну, за полчаса даже. Когда у меня есть полуфабрикаты. Это очень удобно. Ну, вот, по-моему, я, мне кажется, я ответила на ваш вопрос. Что с чем кушают? И вот если рыба, там они не бурек, не хачапури, ничего не нужно. Если мясо, то тоже ничего не нужно. Но сладости печеные рядом, они не посмотрят. Сладости они не покушают во время обеда. Пусть чай они даже могут выпить с сладостями, а могут даже просто чай выпить. Потом, у них, знаете, как все, мне это поэтапно. Вот мы покушали обед, потом запили чаем. Потом, я рассказываю, как заловка нас обслуживает. Потом мы, значит, через какое-то время, она, чай с сладостями, иногда пустой чай. Ну, редко, когда пустой. Затем она, значит, приносит нам семечки. Вот каждому в пиале, понимаете, когда посудомоечная машинка, проблем нет. Каждому человеку отдельно для мусора и пиалу с семечками, с какими-то орешками. Потом, значит, через какое-то время покушали мы. Потом через какое-то время, ну, смотрим телевизор, общаемся там, все. И она, значит, изюм, сухофрукты. Каждому по тарелочке. Все по отдельности. Столько посуды собирается. Для меня это раньше было страшно, а сейчас у меня с посудомоечной машинкой вообще проблем нет. И вот, когда сухофрукты поели, кофе. Кофе с лаком, с конфеткой или с шоколадкой. После этого заключения, о, эти фрукты, она вот так вот, допустим, возьмет два яблока. Порежет каждому. Порежет каждому в тарелку отдельно. Две дольки апельсина, три дольки яблочка. Там виноград. Скоро сейчас зайдет виноград. И вот так вот мы уходим от пуза домой. Ну, все время едим. Ну, с перерывами какими-то. В общем, вот так принимают гостей в Турции. И вообще мне очень понравилось. Вот, потому что тут человек не объедается. Понимаете, знает норму. И вот, допустим, вот сейчас мы с Ашкымом уже прекратили употреблять это спиртное. Ну, а раньше у них тоже правила были. Когда и как пить спиртные напитки и с чем пить. С обедом они не будут пить. Вот они покушают, допустим, кто пьющий, все турки. Вот они пообедают хорошо. И потом после этого, допустим, водка у них. Может, эта тема не для всех нравится. Но я рассказываю, как оно есть в жизни. Я не преувеличиваю ничего. Как есть, так и есть. Раки они могут покушать во время обеда. И там какие-то должны быть еще вкусняшки, закусочки, допустим. А водку, там коньяк, они пьют только с фруктами. Или с орешками. Вот такая вот у них правила всех. Так что, ну что, буду заканчивать. Постоянно я чихаю, но у меня не урон. Вирус. Так что, вот такие вот дела, мои хорошие. Мне кажется, я ответила на ваш вопрос. Не знаю, видео очень длинное. Буду закрываться и продолжать готовить. Подписывайтесь на мой канал. ACTION